сколько нас время то кстати время время 8 утра ну вот как раз нас где-то пол восьмого утра думал сильный шквал пошла очень сильная волна ветер изменился естественно на северный и там где мы стояли на якорной стоянке нас прям так лак надо открыть попутно откроют нас так прям основательно стащила и мы сначала хотели зайти за мыс спрятаться немножко от волны здесь якорной стоянки нету к дико и на дне были камни в общем мы решили там не останавливаться не рисковать на не рисковать это вчера в достаточно было что там у тебя вчера был в общем подняли уже стаксель идем со скоростью 45 у меня пятер уйдет у 5 и 5 ух ты 5 и 5 это круто пятюру точно а ведь и сколько 16 16 но мы идем с попутным ветром из попутной волной течение нас сюда тащит я люблю такой яхте вообще практически не чувствуется пойдем сегодня надеюсь спокойно даже позавтракать не успели прям так выбежали ногу я обработать себе не успела зато вот удочку успела обезопасить обратно воблер прицепить ладно об этом чуть позже пойду позавтракаю ох спасибо всем кто за меня переживал и переживает особенно в телеге конечно мы там дали жару вот все нормально в общем вот так такой вот сейчас вот на солнышко много передвину такой вот синяк но мы кстати нам не знаю повезло или нет но перед выходом я просто совершенно случайно купила вот такую мазь какой-то антибиотик тройной сейчас скажу если вы знаете бикка трацин цинк не о миссин сульфат поли миксин б сульфат в общем какие-то три антибиотика вместе в инструкциях написано что как раз вот в таких вот условиях когда может попасть грязь можно обработать вот этим антибиотиком в общем я вчера намазал один раз у меня даже не при пухлости ничего нет так что сейчас вот опять промою намажу и заклею на всякий случай так в общем все нормально пойду рыбу сейчас ловить чтобы немножко себя обезопасить я придумала вчера вот такую конструкцию в общем надо будет придумать какие-то чехольчики не знаю думаю что продается в магазинах для вот такого вот вот ну чё буду ловить рыбу а мы сейчас проходим фри порт вот здесь вот какой-то порт фри порт наверно город большой ну остров большой естественно город большой на гран-багама какие-то погруз стоят еще впереди вот там вот погруз идет непонятно пока куда вроде бы не сюда куда-то дальше может куда-нибудь в сторону на сау вот мы идем 7 узлов скорости на зарипленном стакселе что-то куда-то разворачивает ветер 7 узлов я думаю что это вообще нормально при ветре сколько 20 17 18 узлов ветер 7 узлов скорость да как только мы меняем антифулинг лодка конечно начинает выдавать такие скорости что приходится тормозить чем попала но мы особо не тормозить идем вперед мы сколько уже прошли 50 67 70 миль да где-то мы прошли уже где-то около 70 миль такой вот у нас тут закат первый парусник мы сегодня увидели идет вот там вот вы увидите он там вот такой маленький треугольничек виднеется нам еще 25 миль до якорной стоянки вокруг вот земли пока нет такие вот у нас закаты мы немножко утепляемся вечером холодно когда солнце садится вообще прям очень холодно ну как вот так холодно не жадко нам нет ну и там какое-то время на за просание ягод на маневры ночью при луне будем маневрировать это большая красивая красивая Вот такие вот у нас ночные путешественники, а вон еще люстра, смотрите, у нас на горизонте 4 корабля, вообще удивительное событие, вон люстра какая едет, весело там у них И днем и ночью ходят корабли туда-сюда, а вам сейчас покажу, куда мы идем Нам осталось 17 миль до якорной стоянки, мы вообще планировали сначала вот здесь встать, вот здесь, вот здесь, но сейчас ночью не очень удобно будет там вставать Мы решили вот здесь вот с краешку аккуратненько бросить якорь Ветер нам обещают северный или северо-восточный, поэтому вот здесь вот спрячемся за эту О, еще какой тут у нас корабль мимо идет Вот, я в бинокль видела, на нем написано норвежский, чего тут дальше не видно, на качестве очень сильно дергается, в бинокль не видно, что там Классно, да? Вот такие вот огромные корабли мимо на школе Интересно так Класс Кругом корабли Сейчас скажу, сколько сейчас, вот я вижу, раз, два, три, четыре Пять Шесть, шесть, шесть кораблей сейчас, вот я вижу Вот здесь вот, мы хотим встать вот здесь А вот здесь вот, вот эта часть, вот здесь два и семь То есть вот этот вот костик Ну а выше? Выше? Да, вот здесь Здесь же скалы А, мы еще не спим У нас время ноль часов, пятьдесят две минуты В общем, что у нас получилось, шли мы, шли Потом пытались вот здесь вот встать на якорь Ну мы, в принципе, и встали на якорь, вот смотрите Там не очень хорошее дно И очень сильный ролл Нас там так качало В общем, мы успели поужинать Поспать пятнадцать минут И, в общем, такая обстановка, что не надо там стоять, конечно Днем, наверное, очень красиво Но сейчас мы решили оттуда побыстрее уйти Прошли где-то около пяти миль вдоль островов По встречной волне Сейчас вот свернули Поставили парус Уже идем на парусе На стакселе Волна, в принципе, такая тоже В корму, слегка боковая Идем со скоростью четыре узла Вот, еще нам нужно пройти пять с половиной миль Вот сюда вот обойти вот эти вот скалы, скалы, скалы И потом можем уже вставать на курс До нужного нам острова У нас уже тридцать миль До Насау Двадцать девять И Ни звездочки на небе не видно Очень сильная облачность И ветер у нас усилился уже до Двадцати пяти Двадцать шесть уже Узлов Ну, в принципе Скорее всего, влияние облаков Мы чуть-чуть подрифились Может, сейчас еще будем рифить Скорость держим около пяти узлов Ветер у нас уже под тридцать дубов Мы все рифимся и рифимся Скорость шесть То есть мы рифимся Скорость не падает Ну, а не знаю Мы здесь первый раз по Багамам ходим Именно вот с этой северной стороны Поэтому, как здесь все происходит Пока непонятно Ночью еще идем Ничего не видно Луна, он еще на небе Но у нас тут немножко светает уже Один лайнер уже прошел в Насау Еще вот два идут в ту же сторону Насау Наверное, до рассвета должны прийти туристы Выгуливать Ладно, будем следить дальше В общем, у нас облачность Сейчас планируем пройти вот эту низкую облачность Посмотреть, что там дальше В общем, идем Завтрак Мы подходим к Насау Осталось шесть миль Мы идем со скоростью в шесть узлов Сейчас вот пять В среднем шесть И вон уже Видно Насау Курорт Курорт С прозрачной водичкой С тепленькой С рыбой Ой, как же спать охота Ой Сутки едем Больше уже Ой, давай Не зевай Почти приехали Шесть миль отстало, смотрите Шесть Заходим в порт Ну, в смысле, в эту На якорную стоянку И там при них же какой-то порт Такая вот Нас волнишка На входе Может, левее чуть-чуть? А то справа Вон отбойники Очень близко Конечно Классно Стоим на четырех метрах Вода Как стекло Привет Пиратский остров Пойдем Посмотрим На местный рынок Сувениры тут Для туристов Продают Ой, как романтично Какие важные Это выездка была Что это Изделие из дерева Пиратские Вон, всякие кинжалы Пойдем Кинжал Пойдем 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 Мы вот так вот обошли его и все. Все, рынок закончился. В общем, ничего особенного. Самый популярный рынок на все Калибы, как обещает путеводитель. Даже что-то фруктов нет. Ладно, пойдем искать, где что-нибудь интересненькое, вкусненькое продается. Конч салат, например. Очень хочется попробовать. Мы сейчас идем по улице. Вроде бы по ней. Называется она Market Street. В общем, здесь все магазины, которые нужны для туристов, собраны на одной улице. Пока что вот только сувенирный вариант. футболки, всякие там магнитики, крема для загара под загаром. Ну, всякая вот местная атрибутика. Вот что-то стоит. Вот она стоит. Сидит. 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 Да, сидит. В общем, странно какая-то праздник у них был. 60 лет, как я понимаю, право, голос и женщины. Что-то праздновали тут. Может быть, может быть, ну, хотя, судя по всему, может быть, не праздновали. Потому что развалившиеся лестницы. Хотя, может, праздновали лет 10 назад, просто цены не разобрали. Много как у них этих цены. Зачем это? А, наверное, парад какой-то будет, да? Просто вон он. Ой, лошадки. Видел? Да, это шею. Боттл. Какой-то хороший магазин, в общем, мы нашли. Какой-то оптовой продажи здесь, если вот... Причем его причелы. Да, причем недалеко от пирса, поэтому можно здесь что-то себе присмотреть. Можно поштучно покупать, а можно упаковкой. Сейчас сцены. Вот, смотрите. 7,50. Пишем. Саляви нашла. 5 долларов за штучку 300 грамм. Вообще, здесь очень дорогое молоко. Здесь галу молока стоит почти 10 долларов. И я читала, кстати, тут на днях, что у них очень распространена сгущенка, потому что у них проблемы с молоком, так и написано. И вот, например, есть консервированное молоко. Стоит 1,35. И что еще? А, ну вот еще молоко. Да, все, долг 50. Вот есть этот. Вот, сгущенка долг. Может быть, купим? Для кофе. Какое-то это... Не местное. Но все равно можно, кстати, консервированное купить. Вот так вот. Мы ищем тут якорные стоянки. Вот ушли перед большими лайнерами. И вот сюда подальше. Здесь тоже есть якорная стоянка. Она очень мелкая. И мы как-то немножко не понимаем. Здесь кругом стройка, стройка. Что-то они все перестраивают после ураганов. И вот, в принципе, катамараны стоят. Катамарану хорошо. У них что-то там метр рассадка. Вот, а для лодочек тут что-то как-то мало места. Ну, какая-то стоит маленькая. Ну, здесь спокойнее. Ну, здесь, да. Здесь волны нет. Да нет, здесь какая-то зыбь. Ну, здесь закрыто, получается, с той стороны причалом. С той стороны, там, далеко от до моря. Ну, вот здесь мелкие. Ну, лодки стоят, смотри, тоже. Вот это точно маленькая лодка. А вот катамаран. И вот дальше тоже уже маленькая. А, ну, тут побольше. Там полидка открыта, а дверь закрыта. В общем, нашли тут фикарню ближайшую. Хотели хлеба купить, все закрыто. Не понятно. Там или на втором этаже, а телевизор какой-то работает, или внизу кто-то разговаривает. Ну, никого нет. Вот в следующем магазине. Может, здесь их колеба продают. Нет, это какой-то любилый. Вообще, вот. Вот такая вот у нас насава. Пока вот, по большей части, вот такие домики видны. Народичь тоже нет почему-то. Я все вспоминаю про Антигуа. Там было очень похоже все. Но там было очень много людей местных. Они что-то все там куда-то ходили. Какие-то рынки, все с какими-то сумками. Здесь вообще никого нет. Причем мы ушли с центральной улицы. Наверное, минут 10-15 всего. И идем, причем, на другую такую достаточно активную улицу. Смотри. Ой, какая классная птичка! Ты такую видела когда-нибудь? А это кто? Наверное, то же самое, что белое, только черное. Да ладно, ты не так. Ух ты, нифига себе. В общем, очень много здесь кладбищ. Вот там, где мы стоим, в даунтауне, прям огромное кладбище. Здесь огромное кладбище. Здесь какое-то специальное кладбище. Я не знаю, как это называется. Какое-то, видимо, для избранных. Для VIP-персон. Да, для VIP-персон, прям, там, какие-то старинные совсем могилы. И все огорожено камнем. А здесь вот обычные кладбища. Не знаю вообще. Причем в центре прям. Под мостом, мы вот дошли уже до моста. А под мостом какой-то рынок и очень много всяких магазинчиков. Тоже, опять же, все на туристов. Куда мост? Мост на Paradise Island. По-моему, это нам стрелочка, да? Да. Это странно-то такое. Бля, тут еще могут настрелать. Ну что, пойдем смотреть, что там за... Ольфар. А как туда перейти? Подожди, а где же... Как нам туда идти? Очень много таких вот торговых зон. О, психотерапевт сидит даже здесь. Но все закрыто. Все просто в любую дверь. Дергаешься, трогаешь ручку. Везде все закрыто. Вот аптека. Ну как-то нам не надо. Может, конечно, тоже зайти посмотреть, работает или нет. Но есть подозрение, что она тоже закрыта. Все закрыто. Я не знаю, ни звоночка, ничего нет. Что происходит вообще-то, понимаете? Где они? Да, уда у них, что ли? Одна аптека на весь город. На весь остров. А мы здесь нашли рынок. Ну как нашли? Мы не нашли еще. Да, ну мы его на карте нашли. И вот сейчас эти местные спросили. Они говорят, давай идите сюда. Подмост. Подмостом какой-то фиш-маркет. Сейчас посмотрим. Нелегальный, а он легал. Да. Сейчас посмотрим вообще. Ну, кстати, здесь и продают рыбу и сразу готовят. Поэтому если хотите свежую рыбу приготовленную, то здесь вот очень распространено. В любом районе, там вот, в даунтаун, здесь, куда, на восток, везде есть. Подмостом, говорят, самая вкусная рыба. Вот, подмост нас посварим. Под эстакаду какую-то. Ты сама можешь такую поймать? Нет. Бывает, но очень. Ну, мне как и нет. Ну, знаю. Ну что, берем, нет? Нет. Точно нет? 50 долларов написано. Сколько? 50 долларов. Где ты видишь? Вот, сверху написано. Нет, что-то как-то мне не нравится такой выбор рыбы. Просто две рыбехи какие-то лежат. Даже не хочу спрашивать, сколько стоит. Пойдемте искать более глобальный рынок. Это же как на Барбадосе. Такие огромные... Рынок. Рынок. Ларьки такие, рыбы двухметровые. Не знаю. Поищем еще. А, то что здесь такое? КПшки? Тут, да, чуть все закрыто. Ну, ванчи, наверное, когда будет, откроют. Да. Да, но здесь прям свежая рыба, с той стороны прям причалы, где эту рыбу привозят. И они здесь же готовят. И прям можно пить готовую. Вот, бург, бург, сапешкать. Чуто готовят. Баби, меня назвали Бэйби. Прошли уже два яхтинных магазина. Вот еще один. И все закрыты. Сегодня вторник. Я вообще неюжку понимаю, все праздники уже закончились. У них все закрыто. Все магазины, все вот эти профессиональные, непрофессиональные. Все кафешки. Ну, не кафешки, а эти мелкие магазины. Всякие пекарни закрыты. Вообще непонятно вообще, что происходит. Тузики продаются. Вот такие вот трактора и гольф-кары. Но тоже все закрыто. Какой-нибудь на самом деле национальный день королевы там или все-все. А что королевы, а не памятник теперь снесут, да, королевы? У них же власть меняется и все меняется. Короля поставить? Короля должны поставить. Правда, там королева Виктория стояла, ее же не снесли. Ну ладно. В общем, уйдем рынок искать. Надеюсь, что у хотя бы обоих работают. Силикон, комуты, всякие кисточки, шпатели, шурупы, комет. Полотенце бумажное. Все есть, но тоже закрыто. И вот, смотрите, какое объявление. Почитайте. Нашли в какой-то шоппинг-плазу. Ремонт везде, кругом. Будем искать тут что-нибудь в городок. Вот банк работает. Ремонт в городе, в городе, в городе. Ремонт в городе, в городе. Ремонт в городе, в городе. В городе, в городе, в городе. В городе, в городе, в городе. Крючев, полотенце. В городе, в городе, в городе, в городе. Ну, нормально. В пощество. Помнишь, мы были? Да-да-да. Там где к паштетам нашли первый раз. Ну что, посмотрим сейчас все сцены. Круто. Сегодня в местных какой-то локальный холидей. только на Багамах. В общем, спросили мы, что происходит. Объяснили, что это праздник. Все отдыхают, веселятся и празднуют этот великий эмоциональный день. Надо было загуглить в интернете, что это за праздник такой. Вот рынок работает. Пойдем сейчас посмотрим здесь вообще, что почем. В отзывах написано, что поручится на эксклюзивную продукцию. Что-то, честно говоря, не очень впечатлено. 110 долларов за вот эту рыбищу. Ну и маленьких снайперов продают, которых я сама на овощу ловлю. Что-то как-то слишком дорого, да? 110 долларов. Да, здорово. Вон там овощи, фрукты я вижу. Что-то про видео говорит. Какая красивая у вас ведущая. Так, ну и здесь вот любят, тут есть вот это, да? Ой, барракуда, что ли? Барракуда, да. Причем большая барракуда. Ну, что я могу сказать? Вот здесь салат готовят. Я уже посмотрела рецепт, как его готовить, так что я теперь сама могу это сделать. Ну что? Это пустыня? Да, это пустыня. Ну что, почему побраться? Понятия не имею. В общем, все мне понятно. С этой рыбой. Рынок действительно такой локальный. Местные рыбачки ездят, ловят, все попало, потом продают. Кому попало? Кому попало, да. Будем еще раз проходить, нет? Да нет, все и так понятно. В общем, эти улитки очень распространены, вон в огромном количестве свежие продают. Как готовят этот салат? Берут эту улитку, вытаскивают из раковины и просто режут ее на мелкие кусочки вместе с яблоком, с ананасом, с луком, с помидорами, там что-то еще, а с лаймом, большое количество лайма туда добавляют. В общем, это считается у них национальным салатом здесь Капагама. В общем, они его везде продают, стоят одна порция от 10 долларов. Мы еще не пробовали, но, может быть, попробуем. Вкусняшка. Вот, целую барракурочку. Да ну, 110 долларов за рыбину, за вот этого снайпера, это вообще что-то, мне кажется, перебор. Я сейчас чуть-чуть успокоюсь и поймаю такой. Раны заживут. Раны, да, мои. Блин, я такой рыбак лютый, да, у меня уже раны боевые. Мы ему говорим, вы открыты? Он говорит, сейчас открою. Сейчас будет открыто. А что здесь? Здесь ткани, фурнитура. И мы увидели, я увидела, что здесь написано сомбрелла. Вообще, где-то очень далеко от берега. Да нет, вторая линия. Да, вторая линия. Да, вторая линия. Ты не боишься, что ты? Окей. Старая, не так. Ты не шури? Ты не шури? Ты не шури? Я не шури, не шури. Это шури. Это шури, это шури. Я пыталась получить литературный моделл, за четыре года до дома, и только один день. И, по цене, мы сможем получить четыре. А что, все, половинки? Цена так и непонятно, сколько стоит. Нашли мы еще одну прачечную, тоже вот они закрытые. Сегодня, сори, какое-то объявление висит, что они вчера работали до 7, они как обычно И, в принципе, машинки с виду такие чистенькие, новенькие, аккуратненькие Может, сюда придем стирать Ой, ладно, пойдем, в общем, искать дальше магазин, который нам нужны Хотя бы локацию найдем Субтитры подогнал «Симон»